Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А я такое интересное письмо получила. И, естественно, оно требует немедленного ответа. А пишет мне человек, которому я должна немедленно ответить. Он, ну, видно, что его волнует вопрос отношения Библии к гомосексуализму. Естественно, я не буду называть его имя, его фамилию или даже его ник и показывать даже его электронный адрес, по которому он прислал, потому что это всё очень... Раз он пришёл к нам, раз он в нашей интернет-семье, раз он заглянул к нам на канал, значит, дух его тянется к светлому, тянется к очищению. И, конечно же, я отвечу. Вы знаете, что? Согласно замыслу Бога, интимные отношения возможны только, ещё раз говорю, только между мужчиной и женщиной, состоящими в браке. Так написано «Бытиё» первое. Вот самая первая глава Библии. Купите стих 27-28 и провозглашайте его. Также провозглашайте левит. Есть в Библии левит, такая книга, прям в Библии левит. Откройте главу 18-ю, стих 22-й. Там прямо говорится о том, что это мерзость, мерзость пред Богом, мерзость. А если вы притчи откройте, ну, например, в притчах главу 5-ю, это тоже где-то в середине Библии она вам попадётся, и там в главе 5-й, 18-й стих «Источник твой да будет благословен и утешайся женой юности твоей». То есть вы понимаете, в чём дело? Дело в том, что вот если вы будете источник свой, если вы хотите свой источник держать в благословении, чтобы всё-таки благо ложилось на вашу жизнь. Жизнь такая короткая, такая короткая, не успела оглянуться полвека, нет. Просто в шоке, просто в шоке. Где те 20-18 лет? На что мы их тратили? Где то благо, которое должно было быть уже 18? Я понимаю, почему у моего сына есть это благо. Потому что он, потому что он верит Богу. А я в это время, то, что знает он сейчас, я не сном и не духом. И вы понимаете, чтобы вот как притча, это 5-я, 18-й стих, насколько она благословенна, как она мудра. Там написано, источник твой, да будет благословлён. И утешайся женою юности твоей. Ну, вы себе можете представить? То есть, если вы только с женой, со своей утешаетесь, только с ней, причём в утешении, не в скандалах, не в каких-то там, я не знаю, сквернословиях, а в утешении. Если вы с женой своей, то возвращаемся опять, читаем, источник твой, да будет благословен. Вот я сейчас специально для вас открываю вот притча. Это глава 5-я. И вот он, этот стих, 18-й. Источник твой, да будет благословен. И утешайся женой юности твоей. Пей воду из твоего водоёма и текущую из твоего колодеза. Вот это вот всё, 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 всё. Провозглашайте вашей жизни. Вы уйдёте от этого. Ну, конечно, конечно, через покаяние. Это однозначно. Если какие-то, вот вы пишете, священники даже браки. Нет, нет, такие. Это не священники. Вы что, вы что? Это сатанисты однозначно. Нет, Библия, она осуждает гомосексуальные действия вот 100%. Везде это я вам прочитала. И конкретно там написано слово мерзость. Мерзость. Вот, чтобы вы убедились, я, смотрите, показываю вам Библия, глава 18, 22. Видите? И написано. Не ложись с мужчиной, как женщиной. Это мерзость. Мерзость. Вы знаете, сейчас идёт такая битва, битва за то, чтобы сохранить, ну, хоть как-то сохранить вот этот институт семьи. Ведь, понимаете, в чём дело? Вот если бы в наше время устраивали вот эти вот парады, особенно в то время, когда вот только развалился, допустим, союз, то, поверьте мне, туда бы окунулись именно в этот момент с головой. Но, слава Богу, у нас этого не было на тот момент времени. И народ отрывается сейчас. На самом деле природой это не заложено. Это заложено развратом. Это заложено тем, когда вы просто взяли и, ну, как бы этот грех впустили в себя. И странно мне, когда церковь, я не знаю, обвенчивает, венчание обряд совершает. Это же такое издевательство над Богом. Я не знаю, как человек, который обвенчал, на что он надеется дальше. То есть это каким надо быть неверующим. Вы знаете, апостол Павел, он упомянув мужеловцев среди грешников, ненаследующих, ненаследующих, Царствие Божие. Он резюмирует. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего». Вот так вот он говорит. Это первое Коринфянам, глава шестая. Стих 11. И Шарлин Котран, Майкл Гладс были такие. Так они порвались с гомосексуализмом, обратившись к Богу. Почему? Вот что-то у них перевернуло их сознание. Понимаете? Церковь свидетельствует, что гомосексуализм – это смертный грех, который требует, просто требует покаяния и исправления. Раз вас интересует этот вопрос, вы, значит, уже на правильном пути. Уже на правильном пути. Многие говорят, а мы такими родились, нам в этом каяться, это всё равно, что покаяться в цвете глаз. Вот многие вот так говорят, я это слышала. Это такая глупость, это такая глупость, что, ну, вообще, учёные до сих пор, вот до сих пор изучают этот вопрос и приходят к тому, что нет, нет, что это не врождённое. Это развращение. И всё. Есть такие примеры среди многолетних геев. Вот, например, Шарлин Котран, которая решила измениться. Шарлин Котран в течение 30 лет один из лидеров гомосексуального движения Америки. Это издатель журнала для лесбиянок. В 2006 году вдруг, неожиданно для всех, решила порвать с прошлым. Вот в данный момент я показываю вам её фотографию. Так что, получается, что она порвала с развратом? Ведь она даже была издателем, представляете, журнала для лесбиянок. Да, видите как, время идёт, и время показывает, время показывает, что, дорогая моя, вот видишь, как быстро жизнь прошла, вот 30 лет прошло, чему ты её посвятила свою жизнь? Издание журнала для лесбиянок. И в 2006 году её как током, как она говорит, поразило. Она для всех решила порвать с прошлым. Вы скажете, а журнал, а как журнал? Журнал она не закрыла. Но теперь статьи в нём посвящены тому, чтобы привести этих людей к свободе, то есть к избавлению от гомосексуальности. Понимаете? И похожая история она произошла с бывшим главным редактором журнала «Молодые геи Америки» Майклом Гладцем. «Расставание с гомосексуальностью было самым прекрасным событием в моей жизни», говорил он. «Я почувствовал свободу», говорит, «теперь он». И этот путь повторяют многие. Точных цифр, конечно же, нет. А ещё одна женщина, москвичка Ирина, она вытащила, буквально вытащила свою дочь из лесбийских отношений. Указывает на другой вот у неё опасный период, подростковый. Вот обратите внимание. Она так говорит, есть стадия взросления, когда подростку легче любить, похожее на него, а не противоположное. Одни дети как-то её проскакивают. А я вам скажу, не как-то, дорогая Ирина, не как-то. А некоторые задерживаются. Девочкам в моё время любиться в учительницу или в подружку было обычным делом. И если бы нам тогда показали гей-парад и разрешили, и сказали бы, что это нормально, это нормально, пожалуйста, любитесь, то что бы произошло интересно? Мне кажется, что полкласса бы начала развращаться. То есть, понимаете, если бы сказали, это с вами происходит, это нормально, просто отлично, оставайтесь такими, вот тогда бы мозги у нас точно сильно повернулись, говорит она. И она на сто процентов права. На сто процентов. Это разврат. Разврат. Содом. Содом, дорогие мои. И вот, наслушавшись пропаганды сейчас, насмотревшись на всякие группы, типа Буч и другие, да, вы же смотрите, какие слушают группы и так далее. Вот мальчики и девочки, они пробуют начать жизнь, понимаете, вот так. И многие ещё такую, знаете, как бес-бес, то есть, вот это духовное, непонятное умом, непонятное умом, нашёптывающее создание, которое мы не можем увидеть, не можем пощупать, как интернет, но оно шепчет многим подросткам, в этой жизни надо попробовать всё. Вот это именно тот бес, тот бес разврата, наркомании, алкоголизма, который, запомните, вот в этот момент, когда он только начал вот это нашёптывать, тут же провозглашайте, «Пшёл вон от меня сатана». Вот и всё, понимаете, «Пшёл вон». И зайди, и дальше продолжайте жить. Просто на корню пресекайте все вот эти начинания. На корню, где бы вы ни были, как бы вы ни жили, с какой стороны бы к вам этот бесёнок не пробирался бы. На корню. Иначе свои сокровенные 30 лет, она могла иметь своего собственного ребёнка. Она могла иметь прекрасного, любящего мужа. Причём ребёнка она могла иметь, да и не одного, я думаю, ещё. Она могла наслаждаться Диснейлендами со своей семьёй. Она могла брать туры, путешествовать. Она могла копошиться на своём ранчо со своими детками. Она могла столько радостных моментов получить от жизни. Она занималась копанием грязным с вонючими, грязными такими же людьми, которые осквернили себя. Вот это есть осквернение. Как я к ним отношусь? Я к ним никак не отношусь. Отношусь я ко всем абсолютно духовно. Поэтому на людей я смотрю не как на физических созданий. Там вот идёт тот, вот идёт этот. А я смотрю на них, как на духовное творение. Раз этот человек мне написал, значит, этот человек сохранил свою душу. Значит, этот человек идёт по пути очищения. И вот провозглашая вот эти самые строки, он себя очистит. Но и покаяние, как ни крути, просто необходимо. Ну, так требует Библия. Вот пророк Иезекииль в Библии. Глава 18. Знаете, что там написано? Глава 18, стих 4. Как говорит Господь? Он говорит. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрёт. Понимаете? Умрёт. Но, но в этой же главе написано в 21 стихе и беззаконник, если обратиться, ещё раз повторяю, если обратиться от всех своих грехов, от всех грехов своих, то дальше написано. Какие делал и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и правильно. Жив будет, не умрёт. Видите, что написано? Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. Вот так. Так что, дорогой мой, не знаю, как кто, но наша Церковь вас ждёт. Ждёт с распростёртыми объятиями. Ваш Отец Небесный, Он вас ждёт. И ваша благодать, и ваше благословение, и ваши дары, они вас ждут. Они ждут, когда вы их возьмёте. Вот лежат и ждут. Но получить вы их сможете, только покаявшись. Понимаете? Ну, по-другому не придумано. По-другому нет. Вот так. Я люблю вас. Будьте благословенны. И спасибо, что вы написали. Дорогие мои, любимые мои, все, кто там в гомосексуализме, в лесбисте, знайте, для вас двери открыты в любую секунду. Но чем быстрее, тем лучше. Жизнь такая короткая, чтобы ещё тратить эти, я не знаю, сокровенные минуты, часы, секунды на вот эту вот грязь. Пока-пока. Будьте благословенны, вы и ваши близкие. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,